Здравствуйте! Ну, начну с того, что технология, о которой мы сегодня будем рассказывать, была мне неизвестна, была нам неизвестна до апреля этого года. То есть, еще шесть месяцев назад мы совершенно не знали о том, что такое BIM-360, что с его помощью можно делать. И вот сейчас, спустя полгода, мы стоим здесь и рассказываем об успешном опыте применения этой технологии. И это, как нельзя лучше, иллюстрирует то, как быстро сейчас развиваются технологии, как быстро поток информации перемещается в пространстве. И инструмент BIM-360 – это один из лучших инструментов для нас, как мы выяснили, для того, чтобы поддерживать информацию по проекту актуальной, чтобы повысить скорость принятия решений по проекту, ну и чтобы, в принципе, успевать за тенденциями развития технологий и использовать это как свое конкурентное преимущество. Итак, сегодня наша презентация – компания «Росэкостройпроект». Это проектирование завода бутилированной воды и то, как мы извлекаем максимум пользы из применения на этом проекте облачной платформы Autodesk Pinterest-60 Team при работе с удаленной командой. Сначала расскажем о том, что было до. До у нас был уже опыт работы над BIM-проектом с распределенными исполнителями. Этот опыт был с организацией доступа по VPN к нашему серверу. Это была такая для нас предтеча BIM-360. И, ну, надо сказать, что все прошло успешно в итоге, но для масштабирования у этой системы был, конечно, ряд минусов. Таких, как ограничения по числу пользователей, потому что для того, чтобы это была реальная работающая многопользовательская система, конечно, нужно было в нее вливать достаточно финансов. Высокая производительность, ну, в общем-то, про то же самое. Для того, чтобы это все адекватно работало, нужно, чтобы это все было технологичным, а все технологичное стоит денег. Нужен быстрый интернет. Опять же, издержки такого вот распределенной команды, то, что для того, чтобы работать на одном сервере всем, нужно всем обеспечить к нему доступ. Чтобы вертеть BIM-модели, обязательно нужен быстрый интернет. Без этого просто никак. Если у вас исполнителей 4 человека на проекте, это еще более-менее можно обеспечить. Если исполнителей становится больше десятка, то 100 мегабит — это минимум. И в условиях офиса это не всегда можно сделать. И таким образом мы видим, что затраты на масштабирование, они растут буквально в геометрической прогрессии. Собственно, здесь мы переходим к тому проекту, который мы, собственно, выбрали для того, чтобы протестировать систему BIM-360. Вкратце здесь, на этом слайде, вы увидите информацию. Это промышленное здание размерами 72 на 18, высотой около 10 метров. Мы поставили для себя цель разработать BIM-модели в 17 разделах из этого проекта. Для этого нам понадобилась команда из проектировщиков и руководителей в составе 10 человек. Срок проектирования у нас был поставлен заказчиком директивный, это 4 месяца. Стартовали мы 1 июня 2017 года, то есть нехитрый подсчет показывает, что мы сейчас на завершающей стадии этого проекта. Это действительно так. Мы его заканчиваем. То есть он живой, свеженький, с пылу и жару, можно сказать. Стадия выдачи РД. То есть мы делали одностадийное проектирование. Это было сразу ИП и рабочая документация. Ну и относительно BIM-а это LOD-400, то есть достаточная информация для того, чтобы выдавать из модели рабочку. Цели применения BIM-360 мы перед собой ставили довольно очевидные. Самая главная и самая первая цель – это повысить качество выдаваемого проекта и скорость работы над проектом. Разумеется, это та цель, которую преследует любой проектировщик, потому что это то, что нужно заказчику. И об этом не нужно забывать за всеми теми дополнительными целями, которые перечислены ниже. Конечно, для нас, кроме этой главной цели, было еще и желание хранить файлы в одном месте с доступом через интернет, чтобы мы не зависели от своего какого-то локального сервера и могли работать с ними дистанционно. Что бы мы могли использовать при работе с моделями внешние ссылки? Архитектура проекта у нас построена таким образом, что каждый инженер работает в своей модели, будь то Revit или Magica для некоторых разделов. И их организовать было удобнее всего именно с использованием внешних ссылок. И BIM-360 – это та платформа, которая поддерживает такое решение. Поддерживать актуальность моделей. Мы к этому еще вернемся позже, как и к версионности файлов. И оценивать визуальные результаты работы, оставлять комментарии и ремарки. Это то, что нужно любому заказчику и любому GIP. Я на этом объекте выступал именно как GIP. И вот Алина – наш BIM-менеджер. Собственно, сейчас я передаю слово Алине. И она расскажет о дальнейших этапах. Но я еще вернусь. Добрый день, коллеги. А я бим-менеджер по проекту. В общем, с чего мы знаем. Первое – мы подготовили план BIM, который всем знаком, как был Дима и Пинтейшн-план, где он очень краткий. Сдача была сделать очень краткий-краткий план. Пошагово, кто в какой версии работает, в какой учебы заходит, в какой версии, со всеми инструкциями. Со всеми инструкциями, как подключаться к ТИМу, как подгружать и так далее. После плана у нас был подготовлен график работы по проекту. Все внесли свои замечания, что-то подвинуть, какие сроки, что подвинуть. Согласован. Следующим этапом у нас формирование структуры папок немаловажный момент. Также со всеми согласованно, понятное, открытое. Ну и начало работы. Почему отдельным пунктом? Потому что здесь начало работы – это первое – создание стартовых файлов, локальных. Затем сразу же создание из этих локальных файлов облачных. Разница небольшая. Дальше более подробно скажу. Ну и непосредственно работа. Но был пропущен один пункт. Надеюсь, это из презентации. Технически первый момент – это была собрана команда у нас. Вернее, мобилизированы все специалисты, которые имеют визерк. Теперь мы будем дальше. Примерная структура. Структура всем известная. Базовый файл, где подгружены все файлы по разделам, внешними ссылками. То есть каждый отдельный раздел у нас в отдельном файле. Ну и базовый. То есть архитектура и так далее. То есть структура всем известна. Примерно то, как выглядит интерфейс BIM-360 Team. Очень понятный, простой. Разобраться, в принципе, заняло пару часов специалистов ГИПУ. Ну да, в общем, это не сложности. Да. Процесс проектирования BIM-360 Team. Но хочется отметить, что доступ к Team у нас был из Windows, из iOS и Android. Через Windows работали в основном все проектировщики. Якобы менеджер проверяла, проведила координацию моделей. Через Android, то есть телефоны мы открываем, у нас все проекты видны, доступ к всей информации. Александр расскажет, как он проверял. Да, я здесь дополню, что, наверное, мой основной рабочий инструмент, как ГИПУ, это был мой мобильный телефон. Вот здесь, прямо сейчас можно посмотреть, как эта модель открывается в платформе A360. Вот, собственно, то, что вы видите сбоку экрана. Я работал со своим телефоном, потому что это возможно из любого места. Для этого не нужно открывать все на компьютере, не нужен специализированный софт. Ну и мне это было просто удобно, потому что я привык много чего делать с помощью своего телефона. Поэтому вот это такая важная вещь, на которую я бы хотел акцентировать внимание. Мобильность этого решения, она позволяет решить очень многие сложности организационные, и упростить процесс работы над проектом и контроля над ним, например, для ГИПов и руководителей проекта. Ну, что также хочется отметить в процессе, это интернет-браузер. В процессе работы мы работали, то есть пробовали разные варианты, и Firefox, ROM, Yandex, все перечислены. Но что хочу отметить, что наиболее удобным и быстрым оказался Яндекс. Также средой моделирования, как уже сказали, был Revit. В основном только один раздел, пока он заполнялся в AutoCAD, в MagicCAD под AutoCAD. Ну и написал Workmanage для координации, для Clash Detection, для визуализации графика строительства и так далее. Это, например, география наших участников, кто с разных точек мира. Также, если кто удалялся в отпуск, в принципе, все всегда были на связи и не выпадали из процесса. Ну и в процессе работы мы выявили ряд проблем и находили сразу же некоторые решения. Первое, с чем столкнулись, это, ну, как уже, наверное, ранее презентации ясно, есть опция расставлять комментарии. Мы очень активно начали это использовать, но потом поняли, что комментарии приходили с запозданием где-то в 9 часов, что не очень было удобно для оперативной работы. Поэтому первый вывод был то, что Тим — это не коммуникатор, что приходилось удублировать для оперативности почты, и потом вообще перешли только на почту. Традиционный метод. Тим — это только среда, сервер, инструмент для просмотра данных без установки специализированного программного обеспечения. Следующий нюанс — это при выгрузке сборки Revit файлов, внешние ссылки у нас не отображались. Такой очень интересный момент. У нас в файле сборки были подгружены все остальные модели. Когда мы это все выгружали в Тим, у нас отображалась почему-то только архитектура, а все остальные модели, они как-то вот, ну, листы, модель, все было только архитектурой. Что мы только не делали. Потом, как мы предполагаем, это было связано с тем, что AR — буква A, первая буква в алфавите. В общем, много путей решения мы искали и нашли. Мы просто заменили все наименования файлов цифровыми. Таким образом у нас все сборки, все внешние ссылки стали отображаться корректно. Ну и следующий момент также насчет сборок. Revit файлы и сборки выгружены в PIM Team. Они статичны. Что я имею в виду? Если мы просто выгружаем файлы как Revit, так и сборки с внешними ссылками, это просто, ну, как выгрузить на сервер, да, данные, но работает, то есть, эта сборка, она не динамичная. Вы вносите код изменения опять на локальном компьютере у себя, опять выгружаете. Но вот этот процесс работы, день, да, например, когда вы работаете, выгружаете, он никак не отображается в облаке. Но если же сделать все, как оно предполагается, то есть мы работаем в облачных файлах, мы синхронизируемся, нажимаем кнопку публиковать, все данные у нас там, после каждой синхронизации, в течение полчаса, либо как часто вы это делаете, они сразу же отображаются у нас в облаке. Ну вот так же можно по картинке было посмотреть дату обновления, кем был обновлен файл, вот наименование файла, первый столбец, кем выгружен и дату последнего обновления. Ну и следующий нюанс, это в принципе аналогичный, который я до сих поразвучила, это сводный, собранный локально в Navisworks, приходилось постоянно обновлять и также статично выгружать в Team, что было не очень удобно, потому что разделов очень много, каждый раз приходилось открывать это все, загружать локально, обновлять в NAMC файл, выгружать, и каждый раз я получала запросы от ГИПа от Александра «Вин, обнови наш суборный». Мы пришли к решению, что нам нужен какой-то другой сервис, так мы пришли к ГЛЮ и поняли, что это и есть то, что нам нужно, то есть сводная, облачная ревит-модель, которая всегда актуальна своими данными. Передаю слово Александру. На самом деле, вот здесь вы видите одно из таких уже преимуществ приложения ГЛЮ для айпада. Для заказчика очень наглядно здесь можно показывать, да и не только для заказчика, я думаю, и проектировщикам, и ГИПам интересно посмотреть на вот такую вот анатомию проекта. Это наше здание, разбитое на различные инженерные системы. Собственно, вы видите, что здесь включаются и выключаются отдельные модели, и мы видим, из чего состоит, собственно, наше запроектированное здание. еще один удобный инструмент, который есть в десктопном приложении ГЛЮ, это поиск коллизий. Вместо Navisworks, ну, для меня, как для ГИПа, это было вполне интересно. И вот здесь вы видите пример поиска коллизий между разделами ВК и КР. Собственно, с помощью ГЛЮ мы искали коллизии. Я пока, наверное, пока все это происходит. Покажу, как это выглядит на iPad, потому что это довольно интересный процесс. Мы использовали приложение на iPad для того, чтобы знакомить заказчика с нашими решениями. Сейчас мы его включим, и я покажу, чего мы, собственно, делаем. На iPad это выглядит вот таким образом. Насколько тут это видно. По всем разделам можно пройтись, открыть. Да, Алина, я сейчас попрошу тебе микрофон подержать. В стене, где мы помыли, на ней включение полета. А он будет выше, уже. Это модель. Здесь очень удобно. Можно с помощью одной кнопки буквально отключить раздел архитектуры. Мы его отключаем, и видим все инженерные сети, то есть то, о чем я сейчас говорил, и то, что было показано на слайде. Интересный кейс, который мы провернули с этим проектом, поскольку здесь можно зайти внутрь модели, то мы сделали именно это. И, например, мы согласовались с заказчиком точки расположения видеокамер. Они сомневались, что с них будет видно. Соответственно, мы вот таким вот образом встали на различные точки, где эти видеокамеры будут стоять, устроили небольшую встречу с руководителем службы безопасности заказчика и стали ему показывать, вот таким вот образом это происходит, с помощью кнопки, как эта видеокамера будет показывать со своей точки, что она будет видеть. Соответственно, после такой наглядной демонстрации точки расположения видеокамер у нас были согласованы довольно быстро и без проблем. Еще один такой же кейс это расположение электрических коммуникаций и их подводка к технологическому оборудованию. Было два варианта, как можно это сделать. Либо подвести коммуникации снизу, что более эстетично и более удобно в плане эксплуатации, но в случае, если какое-то оборудование у нас перемещается, то мы вынуждены выходить из пола, тянуть какие-то кабели поперек. И, ну, в общем, это такая высокорискованная модель. Второе решение это было провести коммуникации сверху, но минусом этого решения было то, что к каждому станку, к каждой единице оборудования подходит вертикальный кабельный лоток с силовым кабелем. Мы показали на модели наглядно, как будут выглядеть эти лотки. Показали, что к каждому оборудованию будут идти по одному такому вертикальному лотку. Соответственно, заказчик посмотрел на это и сказал, ладно, давайте оставим вертикальные коммуникации, потому что, ну, в принципе, это не так страшно, как могло бы быть. Таким образом, мы продемонстрировали заказчику различные варианты и сделали осознанный выбор конкретного проектного решения. Да, ну, продолжаем, собственно, еще из плюсов использования ГЛЮ для заказчика. Это возможность демонстрировать на совещании какие-то вещи, о которых мы говорим. В том числе, мы раз в неделю совещались и совещаемся с заказчиком в его помещении, где есть экран, есть проектор, ну, это разные залы. И там на компьютере можно зайти в интернет под своей учетной записью. И даже если это не iPad, это именно учетная запись Autodesk, я просто захожу через браузер заказчика под своей учеткой и из браузера открываю BIM 360 Team для того, чтобы на большом экране для всех участников совещания была хорошо видна BIM-модель, в которой тоже можно отключить разделы, включать разделы. и совещания у нас переходят уже в такую более мультимедийную плоскость, где мы имеем не целый стол чертежей, в которых мы пытаемся разобраться и показываем заказчику, где у нас какое помещение, план, разрез, ну, собственно, элементарные преимущества BIM-проектирования или даже просто трехмерного проектирования. Это возможность в модели показывать в трехмерном изображении на большом экране то, о чем мы говорим, что мы обсуждаем на рабочей встрече. Соответственно, это вот объединение технологий BIM и облачных сервисов, которые позволяют заходить на компьютере заказчика без какого-либо специализированного ПО и показывать ему, что у нас происходит с проектом. И дальше мы переходим, наверное, к подведению итогов по проекту. Проект, ну, на мой такой субъективный взгляд и на взгляд нашего заказчика выполнен более быстро и более качественно, чем если бы он был в плоскости и без применения облачных сервисов. Из таких реально заметных плюсов были вовремя выданы решения по сетям канализации для того, чтобы их заложили на нулевом цикле, так как объект уже строится и они все заинтересованы в том, чтобы его взвести как можно быстрее с наименьшими потерями. Заказчик имеет доступ к модели в любое время для просмотра, это то, о чем я уже говорил. И экспортированные чертежи в форматах PDF, DWG тоже лежат в том же облаке и их можно оттуда выкачивать и там же они и обновляются при обновлении модели. Здесь вот такая небольшая статистика результатов применения BIM 360, в принципе BIM технологии на этом проекте. Вы видите, что по разделам объект состоит примерно из нескольких тысяч элементов модели. Ну, соответственно, это еще не финальная выборка, поскольку работа над проектом завершается, но еще не окончательно завершилась. И вот такая вот интересная статистика, это количество обновлений версий на облачном сервере. Здесь мы видим, что самое большое количество обновлений модель сводная в BIM 360 GLEU претерпела. Также много обновлялся базовый файл и файл технологии. Это все те файлы, над которыми работал наш BIM-менеджер. Она все время держала в голове необходимость нажимать на кнопку опубликовать. Это забывали многие проектировщики. Да, соответственно, мы видим, что разработчики других разделов нажимали кнопку опубликовать куда реже. И результат этого, конечно, это тот человеческий фактор, который пока никаким программным образом здесь нельзя решить. Это то, что остальные работают с устаревшими моделями. И вот эта необходимость напоминать всем о том, что надо нажимать кнопку опубликовать при выходе. это то, к чему мы еще вернемся в пожеланиях к функционалу BIM-360, что это то, что тоже можно автоматизировать, автоматическая публикация после выхода. Ну, вот такая картинка выведена у нас в проекте для того, чтобы показать заказчику, как у него будет выглядеть склад. Здесь, наверное, можно запустить видео, хотя, я так понимаю, времени на видео у нас уже немножечко не осталось. Но здесь все равно вкратце посмотрим. Это 4D-проектирование. Мы здесь присвоили идентификаторы времени возведения всем элементам. и вот такая наглядная иллюстрация того, как возводится это здание. Это соответствует реальности, то есть вот сейчас примерно на этой стадии находится строительство. Дальше возводится металл-каркас, вся инженерия, сэндвич-панели. В принципе, вот это видео, оно в дальнейшем позволит заказчику понять, как ему разводить подрядчиков. и в эту модель можно будет включать какие-то дополнения по пожеланию нашего заказчика, которые мы еще планируем сделать. И переходим к результатам этой визуализации. Ну, здесь вы видите в левой части экрана картинку, которую мы сделали за буквально пару дней. И эта картинка была одним из определяющих факторов для того, чтобы нам ушел заказ на это проектирование. То есть она была сделана до договора. Вы видите, она элементарно простенькая, но тем не менее это вот тот маркетинговый ход, который позволил нам этот заказ на проектирование получить. Один момент, на который я хотел обратить ваше внимание, вот сколько из присутствующих являются представителями проектных организаций. Ну, вот практически сто процентов. Я хочу сказать, что посмотрите друг на друга. на самом деле вокруг вас сидят ваши конкуренты. Сегодня мы все здесь собрались на конференции Autodesk. Как знаете, такая аналогия, когда большую засуху собираются где-нибудь в пустыне различные животные на водопой, и вот они вокруг этого водоема, они там, лев не трогает косулю, они все пьют, потому что им всем нужно пить. Мы все пришли сюда делиться опытом, смотреть, какие есть новые современные технологии, но при этом, когда мы расходимся, мы все понимаем, что мы конкурируем друг с другом, особенно если мы находимся в одном городе, действуем по одному сегменту рынка, и технология VIM-260, она позволяет этот рынок расширить, потому что сейчас, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что рынок VIM-технологий в проектировании, он еще достаточно узкий, очень много заказчиков, и в большей части именно заказчики не готовы к использованию VIM, они не понимают, что это такое, и та мобильность, которую дает платформа VIM-360, она позволяет действительно приблизить VIM-заказчику, показать, что это такое, когда одно дело, ты должен организовать презентацию, прийти к заказчику с флешкой или со своим ноутбуком, на котором установлен Navisworks, или еще что-то подобное, или приходить с презентацией и показывать, как это все выглядит на видео, но при этом заказчик понимает, что это презентация, презентация сделана для того, чтобы что-то ему продать, и, соответственно, ну, отношение к этому становится гораздо более скептическим. когда ты берешь и делаешь проект в модели, и ты приходишь к заказчику на совещание или на встречи, просто достаешь из кармана телефон, показываешь на своем телефоне модель и говоришь, что вот это... Все чертежи. Да, модели, все чертежи, и ты показываешь более того, как из этой трехмерной модели все декомпозируется в листы, и на этих листах ты выделяешь какие-то, казалось бы, плоские элементы, и оказывается, что они содержат в себе информацию, это на заказчика производит реально большое впечатление, и таким образом мы продвигаем и развиваем технологию BIM снизу для того, чтобы большее количество специалистов заказчика, большее количество организаций, которые работают с нами, знали о том, что есть такое решение, как информационное моделирование, знали о его возможностях, особенностях, и, соответственно, мы таким образом реально расширяем рынок, на котором мы работаем. Ну, разумеется, еще одна возможность этой технологии, то, что мы таким образом показываем свое конкурентное преимущество перед организациями, которые не работают в BIM, и, ну, таким образом, это маркетинговая функция, которая все равно есть, но уже не в виде презентации, а в виде просто обычной работы над проектом. И я передам слово Алине, которая, наши краткие пожелания к функционалу TEAM, часть уже озвучила, часть еще озвучилась. часть озвучила, но повторюсь, ну, во-первых, то пожелание, которое сказал Александр, это функция автосохранения и синхронизации данных на локальный ПК, так как, ну, выгружать возможность есть, и в процессе работы данные увеличиваются, увеличиваются, а цель у нас была, чтобы все данные актуальные хранились только в TEAMе, а не на локальном, где-то у кого-то там и почтой мы старались пользоваться только для коммуникации, но никак не передавать данные. Вот, ну, а как скачать их обратно, к сожалению, такой функции нет, можно только по ручной, по одному файлу, либо по папочке скачивать, но это очень долго и неудобно. Ну, есть такой нюанс, в плане скачивания Revit модели, можно скачать один базовый файл со всеми внешними ссылками, тогда у нас будет диповский архив для файлов со всеми моделями, но это в плане Revit. Все остальные документы, к сожалению, ручную. Также пожелание это приложение для ПК, приложение существует, приложение есть десктопное для TEAM, но, к сожалению, нет десктопного приложения для Glue. Да, наоборот, для Glue есть приложение, для TEAM нет, только входим через браузер. Ну, чтение формата HTML, которого я сказала, не хватает очень, ну и очень хотелось бы более гибкую настройку прав, доступа отдельным папкам и участникам. Сейчас это, вроде, функций много, но что с ними сделать? Не очень много. Ну, и чтение формата из АКПР, о котором я говорила, то есть, почему-то HTML все в ARL переводят, у заказчика иногда возникают вопросы, норм контроль, зуммирование изображений не хватает в TEAM, не хватает также функции отменной выгрузки сборки, если кто работал в TEAM, может быть, заметил, почувствовал это, когда вы выгружаете сборку, либо автокадовскую, либо Revit файл, если мы не говорим об облачных файлах, а именно просто о статичных, выгружая сборку, там подгружаются все рассловое изображение, другие внешние ссылки, но функции отмены этой сборки, к сожалению, нет. Даже если нажимаем Escape, щелкаем на чистый экран, ничего не происходит, приходится ее выгружать, если, например, вы не ту папочку выбрали, затем удалять, и заново выгружать. Но не хватает то, о чем говорил Александр, это предложение программы опубликовать данные после синхронизации. Что происходит? Проектировщик работает в облачном файле, он синхронизируется, данные посылаются в облако, но они там не отображаются. В следующий раз он заходит, открывает данные, есть ли я проверяю данные и соответствуют реальности, но в теме заказчик и главный инженер эти данные не видит. Но по поводу приложений, не хватает, также хотелось бы иметь приложение Blue для Android, потому что на данный момент есть приложение только для iPad, которое Александр демонстрировал. И, как ни странно, нет для iPhone приложения. Также, нет, я еще не все. Возможность, она уже скорлится, при публикации данных в Blue, это такой момент, не публикуют данные, файлы, на именовании которых у нас есть знаки, то есть приходится все это заменять. Разрез 1.1, 1 удаляем, и там как-то извращаемся, заменяем имена. Это очень трудоемко. При копировании, копируют только по одному файлу, нет возможности выбрать несколько. Ну и, повторюсь, ждем очень обновления, единой базы, документ менеджмент, куда придется обгружать все один раз, данные линии повторятся. Ну и дальше я кратко подведу итоги. В данном проекте мы планируем дальше применять BIM 360 для проведения авторского надзора, сделаем лазерное сканирование, построим модель S-Build для того, чтобы сравнить с проектом. используем BIM 360 для контроля объемов работ с заказчиком. Также планируем использовать DOCS для того, чтобы коммуницировать с заказчиком, потому что, как мы выяснили, Team для этого все-таки не приспособлен. Это платформа, где уровень высокого доверия должен быть между участниками и нет разграничения по правам. И в заключение, облачное семейство BIM 360, это действительно сейчас для нас уже стало основным рабочим инструментом для работы с BIM-проектами и распределенной командой. Для всех он станет таким, наверное, при следующих условиях, у кого нет строгих ограничений по работе с государственной тайной или конфиденциальной информацией, когда будет повышена стабильность его работы, но сейчас происходит различная миграция с сервера на сервер, и это несколько нарушает стабильность работы с моделями, и когда все продукты будут объединены в один на единой платформе BIM Document Management. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Будем рады ответить на вопросы, если осталось хотя бы пару минут для этого.